Если у жениха нет денег на оплату всего, что связано со свадьбой, то как этот голозадый потом будет содержать свою семью? Ну, слушайте, здесь, знаете, здесь нельзя быть настолько категоричным, так скажем, но нельзя, потому что все женятся в разное время, в разной возрасте абсолютно, да, кто-то женится в 40, кто-то женится в 35, а кто-то женится в 20, действительно, и, кстати, тенденция такова, что сейчас очень много молодых ребят, которые женятся в 20 лет, в 21, в 22 года, и, естественно, в этот момент у него еще нет какого-то состояния, у него нет еще какого-то огромного бюджета, чтобы сделать свадьбу, но у него есть огромное желание создать свою семью, и почему бы нет, как говорится, да, почему бы не создать семью, и в таком случае чаще всего, конечно, помогают родители, безусловно, помогают родители, там, скидываются, да, деньгами, или там ребята делают просто более камерную свадьбу, поменьше какую-то, да, поменьше мероприятия, но совсем отказываться от свадьбы все-таки не стоит, я все-таки думаю, что действительно это мероприятие, которая делается... Ну вот, понимаете, вот, когда я слышу от ребят, они говорят, ну, мы лучше поедем в отпуск. Ребят, в отпуск вы можете поехать в любой момент своей жизни, в любой момент. Вот мы сейчас ездили в отпуск, вернулись. Понимаете, если бы вместо свадьбы когда-то мы поехали бы в отпуск, наверное, я потом бы сильно об этом жалела. Или они говорят, ну, мы сделаем ремонт. Ну, хорошо, ну, вы понаслаждаетесь ремонтом там неделю, две, месяц, год вы будете радоваться, какие у вас красивые обои. Но наша жизнь состоит из впечатлений, не больше, не меньше. Это впечатление. Если у вас нет каких-то ярких воспоминаний, красочных каких-то впечатлений, то, ну, знаете, одними обоими красивыми, как говорится, и морем сыт не будешь. Всё-таки должны быть какие-то яркие воспоминания, приятные, которые останутся на всю жизнь в качестве фото потом в дальнейшем, в качестве видео и в прочем голове. КОРНЕВА ИРИНДА КОРНЕВА ИРИНДА